МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии Оксана Холодова. Вначале основные темы. Крупнейшая техногенная катастрофа 26 апреля исполнилась 38 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Воспоминания амурчанина, ликвидатора последствий ЧС в материале нашего корреспондента. Историю одного предмета в преддверии 9 мая рассказываем об экспонатах военного времени, которые хранятся в музеях Преамурия. Наука и практика в медицине. В Амурской медакадемии будущие врачи и специалисты из разных городов России обсудили актуальные вопросы современной медицины. Открывая Преамурия, в Амурскую область приехали первые победители «Викторины о нашем регионе». Она прошла на выставке-форуме «Россия в Москве». 26 апреля исполнилось 38 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда в результате взрыва 4-го энергоблока в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Загрязнено более 200 тысяч квадратных километров. Последствия аварии ликвидировали всей страной. Из Амурской области на Украину было направлено более 370 специалистов разных структур и ведомств. С одним из них встретилась Ирина Батина. Ветеран гражданской обороны Мирослав Павлович Макаров давно уже привык, что его постоянно приглашают рассказать о Чернобыле студентам и школьникам. Во время аварии Мурчанин учился в Московской военной академии и на атомную станцию попал по собственному желанию. Через три года после ЧП. Но даже через это время уровень радиации был очень высокий. Дозиметр лежал в кармане каждого, кто находился в опасной зоне. Допустимую дозу облучения рассчитывалось так. Персонал призывались на 6 месяцев. И в течение 6 месяцев больше 35 рентген в час военнослужащий не должен получить за 6 месяцев. И вот 5 минут, как раз получалось, что 5-6 минут такую дозу получалось, что в течение всех 6 месяцев они получили предельно допустимую дозу облучения 35 рентген. Офицер войск радиационной и химической биологической защиты попал в оперативную группу особой зоны. Два месяца ежедневной службы без выходных на самом опасном четвертом энергоблоке. В задачи Мирослава Макарова входил инструктаж батальонов 300 человек по регулярной обработке помещений. Даже после аварии станция продолжала работать. Дело в том, что не только энергоблок надо было защищать. Радиация такая вещь, что вот ее сегодня помыли, а завтра она опять появилась. Ее дезактивируют, убирают, снижают, она опять поднимается. Поэтому пока мисс персонала работала, станция Чернобыльская атомная станция, она продолжала. Первый, второй и третий энергоблоки продолжали работать. Поэтому все эти помещения, которые на станции, их надо было каждодневно обрабатывать, чтобы снизить уровень радиации, воздействие на персонал. По роду своей специальности амурчанин постоянно следил за ходом событий. Говорит, что поначалу даже не знали, как действовать. Тушили пожар, который продолжался 10 суток. Затем забрасывали сухими веществами. Над изучением последствий их ликвидации трудились лучше научные институты. Часто действовали методом проб. Такая авария, она даже не прогнозировалась никогда. Во время аварии образовались вещества радиоактивные, которые в обыденной жизни не являются радиоактивными. И никто и не думал, что радиоизотопы этих веществ будут радиоактивными и будут приносить сред. Если бы не было этой ликвидации, последствия не были бы организованы, то последствия были бы намного хуже для окружающей местности, среды, населения и прочее. 190 тонн радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу во время взрыва. Загрязнено более 200 тысяч квадратных километров в территории Белоруссии, России и Украины. По официальным данным, от последствий техногенной катастрофы пострадали 5 миллионов россиян. Более 600 тысяч ликвидаторов военных и гражданских специальностей со всей страны приняли на себя первый удар. Вот я внешнее облучение получал за счет уровня радиации, допустим, организма. А тот, кто проводил дезактивацию территории, ломали радиоактивные дома, выкапывали траншею и бульдозером туда. А пыль-то летит, значит, эта вся радиоактивная пыль через органы дыхания все равно попадает в организм. Ну, я не считаю, что я, например, какие-то подвиги совершал. То есть, если совершали тогда все этот подвиг совершали. Все были в одинаковых условиях. Один больше, другой меньше. Ирина Батин, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение. В Благовещенске почтили память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. День памяти был установлен в 2012 году. Митинг прошел на территории 12-й пожарно-спасательной части областного центра. Здесь установлен памятник пожарным и спасателям. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области и ветераны. Амурская спасательная служба за годы своего существования потерял 32 сотрудника. Их имена навечно вписаны в книгу памяти главного управления. Их помнят родные и близкие, друзья и коллеги. Истории героических поступков во имя спасения передаются из поколения в поколение. С них берут пример те, кто сегодня защищает нашу область от огня. Присутствующие почтили память товарищей минутой молчания и возложили цветы к монументу. Также в этот день сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Благовещенска почтили память водителя пожарного автомобиля старшего сержанта внутренней службы Григория Задорожного. Мемориальная доска в его честь установлена на здании подразделения. Он погиб 17 мая 1974 года при тушении пожара в окрестностях Благовещенска. Награжден медалью за отвагу на пожаре посмертно. Писать больше некогда. Если вернусь, то расскажу. Передай привет Мусе и скажи, что ее карточку я ношу у себя на груди. Это выдержка из письма участника Великой Отечественной войны жителя Белогорска Виталия Кириенко. Сразу несколько его посланий с фронта хранятся в фондах Белогорского краеведческого музея. О солдатских треугольниках расскажем в рубрике, которую мы посвятили 9 мая. История одного предмета. В фондах Кировического музея находятся письма ветерана Великой Отечественной войны Виталия Ивановича Кириенко. Фронтовые письма были переданы в фонды нашего музея его брата. Кириенко Виталий Иванович погиб на Смоленщине. Ему было всего 21 год. В письмах он обращается к своей сестре Али, к своей маме и рассказывает о том, как он воюет на фронтах Великой Отечественной войны. Обратите внимание, это солдатские треугольники. Они характерны были только для бойцов Красной Армии. Складывались они, как сейчас ребята говорят, в технике оригами, без использования ножниц и клея. На одной стороне обязательно писали содержание письма, складывался треугольник, и на одной из сторон писали адрес, куда отправлялось письмо. Эти письма, они очень строго проверялись цензурой Красной Армии, для того, чтобы не было каких-то сообщений секретных о наступлении, о расположении воинской части. И вот такие вот треугольники солдатские, они находятся у нас в Краевическом музее, которые были переданы Краевическим клубам поиск под руководством Светланы Александровны Терентьевой. Дело в том, что почта, которая находилась у нас по улице Ленина, она содержала несколько мешков с почтой, именно вот солдатских треугольников, которые не дошли до адресата. И поисковики, дети, краеведы, вместе со своим руководителем, со Светланой Александровной, они ходили по нашему городу, и эти письма доставляли уже после Великой Отечественной войны, тем, кому они были предназначены. Но многие письма так и не дошли до своего адресата, они сохранились у нас в фондах Краевического музея. Симуляционное обучение и цифровая медицина. В Амурской медакадемии прошел шестой Всероссийский образовательный форум наука и практика в медицине. В нем приняли участие ведущие специалисты из Москвы, Владивостока, Курска, Санкт-Петербурга и других городов России, а также из Узбекистана. В течение трех дней обсуждались вопросы применения симуляционных технологий в подготовке врачей, проблемы оказания первой помощи и реанимации, коммуникации между медработниками и пациентами. Денис Балащук продолжит. У одного из вас роль эксперта, у второго роль пациента, у третьего роль врача. Как правильно выстроить коммуникацию между медицинскими работниками и пациентами? Практикующие врачи и представители профильных учебных заведений в игровой форме постигают, казалось бы, прописные истины. Но, как выяснилось, вопрос очень важный. И специалисты уверены, что совершенствоваться навык коммуникации необходимо. Есть элемент профессионального выгорания. Есть те ситуации, в которых мы столкнулись с одним пациентом, может быть, какие-то неудачные, неуспешные, и мы начинаем их транслировать на других пациентов. Иногда мы просто бываем уставшие, зашоренные, и если навык не отработан, не, ну так, некрасиво скажу, не выдрессирован, нас переходит в какую-то, может быть, даже конфликтную ситуацию. Есть какие-то стереотипы, которые мы у себя не замечаем, отрабатывая их в игровой ситуации. Мы делаем на них акцент и можем их устранить. Кроме мастер-класса по эффективной коммуникации, участники форума постигали инструменты социальных сетей, обсуждали проблемы, сложившиеся в медицине, и искали пути их решения, ознакомились с симуляционным центром Амурской медакадемии. Такие форумы нам дают возможность перенять какие-то значимые, эффективные моменты в образовании, в том числе в медицинском образовании, в образовании отдельных категорий врачей, ну и обмен непосредственно опытом лечения наших пациентов. Параллельно с обучающими площадками в рамках форума состоялась и Всероссийская олимпиада по практическим навыкам. Среди студентов медицинских вузов одним из ее этапов стало волонтерство. У каждой команды своя тема, у каждой команды свои реквизиты, которые они могут использовать именно в день конкурса. Они не могли ничего с собой другого приносить, то есть они в ограниченных ресурсах. Команды большие молодцы, выбирают интересные форматы мероприятий, сценки, учат стихи, то есть было все очень интересно на достойном уровне. Команде приемной неупокой Зладивостока в качестве инвентаря достались стол, два стула, палки для скандинавской ходьбы. Им необходимо было привлечь внимание к здоровому образу жизни. Пришлось импровизировать. Расскажите, пожалуйста, чем вы питаетесь? Я вообще в магазины хожу и доверяю все геномодифицированное. У меня у бабки в деревне свиньи растут, курочки, мы оттуда берем сальций. Вам нужно сальций? Мы смоделировали несколько ситуаций, когда, например, на прием к врачу профилактики приходит пациент с ожирением, который неправильно питается, ведет неправильный образ жизни, пациент подросткового возраста, который не соблюдает гигиену, сна у которого начинаются проблемы со здоровьем, проблемы с родственниками, также пациент, который употребляет избыточное количество алкоголя. По итогам команда из Приморья заняла второе место в Олимпиаде. На третьем чита будущие врачи из Преамурья первые. Денис Блащук, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Амурскую область приехали первые победители викторины о нашем регионе. Путевку жители Москвы супруги Еланские выиграли во время розыгрыша на выставке в форуме «Россия». Гостям показали и рассказали, чем богато и уникально Преамурье. Своими впечатлениями о поездке они поделились с нашей съемочной группой. Погода белых человек не мешает. За час до старта вы открываете башню и управляете на свою безопасность. Космодром «Восточный» не единственное место, которое стало визитной карточкой Амурской области. Нас знают и как основного производителя сои. 40% всех бобовых выращивается именно на наших полях. Размах, с которым развивается сельское хозяйство, поразил наших гостей. Очень поразили вот эти просторы. Пашни, которые тянутся на огромное расстояние. Мы даже не ожидали, что здесь вот так все ухожено в плане сельского хозяйства. Выращивают, говорят, много сои. Супруги Еланские впервые в Амурской области. Хотя у Николая Филипповича сюда, скрываясь от репрессий в 30-х годах, переехал отец. Работал преподавателем. В каком селе мужчина не знает. Кроме «Восточного» гостям провели экскурсии по женскому и мужскому монастырям. Они посетили мастер-класс по столярному делу. Рассказали историю храма в Ивановке, в котором служил святитель Иннокентий. Я еще в молодости прочитал его книгу, как он проводил освящение народов Алиутских островов и Аляски. И как он вел параллельно географические наблюдения и геологические наблюдения. И вот эта книга, она произвела сильное впечатление на меня. И когда мы увидели вот этот храм, который он осветил, и где его мощи сохранились, то мы поклонились вот этим мощам. У победителей викторины сбылась давняя мечта – увидеть реки Амур и Зею, о которых так много написано в художественной литературе, посвященной Дальнему Востоку. А еще гостей поразили широкие улицы областной столицы. Их планировка в древнеримском стиле и, конечно, архитектура Благовещенская. У вас очень красивое здание. Вот мы стоим перед великолепной дореволюционной постройкой, по сути дела, дворцом, который когда-то был магазином. И с этой стороны такой же дворец-магазин. И мы не можем гордиться нашим гумом, глядя на это здание. Мне кажется, здесь даже более интересно, чем у нас в Москве. Чтобы выиграть поездку в Амурскую область, супруги Еланские ответили на вопросы викторины, которую провели в павильоне Преамурия на выставке «Россия». Победителей определяли с помощью специального розыгрыша. Всего было разыграно семь путевок. Это первые гости, да, действительно, которые приехали в нашу область. В течение нескольких последующих месяцев мы ожидаем в нашу область еще гостей. И теплится надежда о том, что каждый, кто посетит нашу область, останется с хорошими воспоминаниями и, несомненно, вернется в наш регион снова. За несколько дней, которые гости провели в Преамурье, узнать все об Амурской области невозможно. Наш край можно открывать бесконечно. Природа, сельское хозяйство, история, промышленный туризм. Регион многогранен, как и вся Россия. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт amurobl.tv, самые свежие новости в наших социальных сетях. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова